Семь лет назад мы объединились в организацию «Культура медиальная». Это, в принципе, была команда единомышленников, которые хотели здесь остаться и что-то делать. И нашим главным проектом был фестиваль «Конструкция», который мы делали ежегодно. И этот фестиваль был на разных локациях. И вот где-то через два года после проведения фестиваля мы поняли, что было бы классно иметь какую-то одну постоянную локацию, потому что так было бы проще делать мероприятия. И могли бы работать круглый год, а не только делать фестиваль раз в году. И тогда же мы еще познакомились с еще одним важным человеком в этом проекте. Это директорка Чесского центра в Киеве Люсей Ржегоржиковой, которая нас поддержала. И с этого момента мы начали вести переговоры с городскими властями, с областными властями, с местным бизнесом. И искать возможность создания культурного центра здесь в Днепре. У нас было где-то 4 или 5 пространств, в которых мы практически уже начинали строить культурный центр, но что-то все время срывалось и не получалось. И вот в середине 2018 года мы нашли собственников здания, которые предложили делать культурный центр здесь. Это одно из старейших зданий нашего города. Самый старый корпус угловой был построен в середине 19 века. Это здание было заброшено уже больше 20 лет. Тут не было ни окон, ни отопления, никаких коммуникаций. И в принципе оно разваливалось и разрушалось. Но мы решили, что с помощью культуры и с помощью наших мероприятий мы как-то сможем вдохнуть в него новую жизнь, в это здание и переосмыслить его. На начальных этапах работы не было никаких чертежей, не было графических эскизов, не было планировок. Мы очень долго ходили, ознакомились со зданием, изучали его, изучали его историю, присматривались и обсуждали, как максимально проявить то ценное, что дошло сейчас нам. Важным вопросом было, нужно ли возвращать зданию исторический вид, который был у него изначально. Много элементов сейчас уже не дошли до нас, они частично или полностью разрушены. И когда мы думали над этим вопросом, то пришли к тому, что история — это не то, что было созданием когда-то. Это все те этапы, которые оно прошло, что-то утратило, что-то приобрело. Это отпечаток разных эпох. И это все важно. И это то, что сейчас мы имеем и хотим сохранить. И поэтому за основу мы приняли такую концепцию невмешательства. И независимо от того, эта кладка некрасивая, это старая, эти багеты побиты, мы их сохраняем, потому что не нам решать. Красиво это, плохо, хорошо. Мы много слышим про неясную идентичность Дніпра. Мы через культурные связки, через мистецтво, через креативное усведомление себе хотели бы объяснить эту идентичность, формировать ее, актуализировать. У нас уже сейчас есть много партнерств в Евросоюзе, в Штатах. Дуже хотелось бы расширювать их и на Схидный бік, на Азийские краины. Мы хотим через эти связки помогать творчим людям из Украины, тут находить себя, проявлять себя, стать местом связков и сообщества. Мы видим для себя это место, этот проект, как возможность стать голосом Дніпра в мире и сделать Дніпро активным участником культурных процессов в мире. В широком смысле, Центр сучасной культуры у Дніпре будет такой платформой, репрезентацией сучасного мистецтва, репрезентацией сучасной культуры, местом для сообщео-культурных дослежений, местом для переосмисления и актуализации исторического спадения как города, так и региону через инструменты сучасного мистецтва. На постійній основе в стінах культурного центра будуть відбуватися різноманітні виставки, освітня программа для різних цивкових групп за напрямками сучасного мистецтва, сучасна культура, урбаністика та розвиток міського середовища, менеджмент культури і, а вже ж, за напрямком громадської активності. Важливою складовою Центру сучасної культури також буде хаб-лабораторія для сучасного мистецтва, для експериментального мистецтва і відкрита майстерня для мискинтля та митців, музикантів, дизайнерів та взагалі креативного кластеру. Також для команди культурного центру є дуже важливим розвивати претисипативні практики, інновативні практики, тому в стінах культурного центру ще будуть відбуватися виставки, фестивалі та форуми, пов'язані з цифровим та діджиталом мистецтвом, медійним мистецтвом. Галерея «Артсвіт» працює в Дніпрі сім років і близько двох років тому ми підтримали і приєдналися до ініціативи команди культури медіальної зі створення Центру сучасної культури в Дніпрі. Таким чином ми стали партнерами і спільно працювали над створенням концепції Центру сучасної культури і запланували, що восени 2020 року станемо частиною цього Центру і Галерея «Артсвіт» зі свого старого приміщення переїде в стіни культурного центру, при цьому залишившись незалежною інституцією зі своєю програмою, яка продовжить займатися репрезентацією сучасного українського мистецтва тут, в стінах і культурного центру, і Галереї «Артсвіт» одночасно. З одного боку, працювати разом – це виклик і це дуже велика відповідальність один перед одним, як перед кожною з ініціатив, так і перед членами команди, перед членами професійної спільноти. Але з іншого боку, це дуже такий потужний зв'язок і синергія багатьох розумів, багатьох ідей, ініціатив, які можуть спільно для Дніпра створити дуже корисний продукт і сприяти розвитку міста і регіону в цілому. Дякую за перегляд!